Каждый раз выступаю перед участниками таких конференций и иногда что-то рассказываю постоянно, иногда что-то хочется сказать новое. Вот сегодня после выступления Олеси мне очень захотелось рассказать первая тезисная программа об иммунитете была. Значит, я, так как я врач, гастроэнтеролог, терапевт, врач-народник, имеющий полный сертификат народной нетрадиционной медицины, я очень часто в Киеве посещаю все международные семинары, международные лекции. У меня своя лицензия на частную практику, отставать мне некогда. В поликлинике я не сижу и не жду, пока мне заплатят мои три копейки. Для этого нужно, приходится много учиться, много посещать, и основная моя задача – это донести до вас, как быть здоровыми. Не лечить вас бесконечно, поверьте, у меня таких людей ленивых хватит, которые не хотят быть здоровыми, которые хотят прийти в докторе, чтобы он что-то сделал, а чтобы донести до вас здоровье. Так вот, наш главный иммунолог украинский, замкафедры иммунологии Института Богомольца, на всех семинарах поступая, а иммунологов сейчас приглашают везде, потому что есть проблемы иммунной системы, он всегда рассказывает, что на сегодняшний день, век технического прогресса, мы все рождаемся немножко иммунодефицитными. Ни одного человека с правильно работающей идеальной иммунной системой на сегодняшний день не рождается. Поэтому, когда я слышу, что пациенты говорят, пусть иммунитет сам, пусть организм сам, а вот мой дед до 90 лет дожил, ни одной таблетки не пил, и все у него было хорошо. Да, повезло немножечко, его деду родился он во времена, когда экология была немножко получше, стресса было меньше, питание было почище, возможно, у него что-то там само и происходило. Если мы посмотрим сегодня на наше поколение, посмотрим на деток, ведь это же не секрет, если сидят мои коллеги, еще лет 7-8 назад беременных женщин обследовали на торч инфекции, и лечили во время беременности с приемом антибиотиков, якобы, чтобы это не передалось при рождении ребенку. Что мы имеем на сегодня? Мы имеем иммунодефицитных детей, не просто иммунодефицитных детей, а детей с аллергическими реакциями, то есть я бы сказала, с реакциями неправильной работы иммунной системы, потому что наш иммунитет, это не один какой-то показатель. Это показатели, вот на сегодняшний день иммунограмма делает около 30 видов показателей иммунной системы, я думаю, это не все, и если мы посмотрим, то там просто американские горки, что-то в норме, что-то ниже, что-то выше, в общем, полный бардак. А препаратов, которые бы действовали точечно на каждом показателе иммунитета, не существует. Еще лет 5 назад было очень популярно всем людям при пневмонии каоциклофероны. Что мы имели после этого? Жуткий поток аутоиммунных заболеваний. Что такое аутоиммунные заболевания? Это аллергические реакции, это эрматизмы, это воскулиты, это неспецифические язвенные колиты, это волчанки, масса системных заболеваний, которые, что делаем потом в классической медицинской практике? Назначаем гормоны, чтобы массово подалить работу иммунной системы. Значит, мне очень радостно сейчас работать, потому что ко мне приходят пациенты, которые, мне, доктор, я устала есть таблетки, но жутко хочу быть здоровой. И вот для таких людей, слава Богу, есть биорезонансная терапия и методики вообще биорезонансного лечения. Теперь я уже перейду конкретно к теме биорезонанса и прибора Smart Life. Значит, я работаю на биорезонансной диагностике, которую использую методику FOLLEGA TEST. Работаю с ней с 93-го года. Почему я знаю все оборудование, все методики, которые существуют по биорезонансу на сегодняшний день. Экспресс диагностиками я не работаю принципиально, потому что это легкое поверхностное сегментарное тестирование, но оно имеет право быть, если нет хотя бы другого какого-то варианта, потому что что-то оно покажет, какие-то инфекции найдет, как-то заставит человека двигаться дальше, искать дальше пути, возможности, варианты решения своей проблемы. Что касается лабораторных данных, пользуюсь я после диагностики и другими исследованиями, УЗИ, МРТ, лабораторными данными, да, пользуюсь, потому что я доктор. Проблемы все-таки нужно дифференцировать, иногда к ней подходить комплексно, и с такими пациентами, как ипотиты В и С, работают в паре со своими коллегами, и когда люди приходят уже с подтвержденными анализами таксокорозы, с подтвержденными анализами на шестой герпес, очень страшный сейчас, такой очень плохо лечимый, да, многие виды болезни, и если человек пришел с анализами, мы полечились, конечно, через время мы повторяем, потому что это наглядно мне, как доктору, это наглядно пациенту, это, конечно, вселяет веру, надежду, и мы видим результаты своих действий. То есть это не выглядит так, что пришел ко мне пациент на диагностику, я что-то там нашла, потом назначила прибор, мы там поделали, и я сказала, у вас все прекрасно, идите домой. Нет. То есть подход достаточно четкий, доказательный, и сегодня именно этими доказательными моментами я хочу с вами поделиться. Значит, приборы биорезонансного лечения я тоже знаю практически все и со всеми работала, которые есть на рынке Украины. Но вчера говорила, сегодня скажу и буду говорить всем. То есть прибор Smart Life это первый прибор, который я купила себе. Почему? Все приборы, которые существуют без Smart Life, они имеют место быть, они проще, они дешевле, они доступны, может быть, по цене, но давайте с вами подумаем, что нам нужна цена или качество. Да, то есть можно ездить на Запорожцу, можно ездить на Мерседесе, это выбор каждого, но это ездить. Можно носить дешевое пальто, дорогую шубу, но это носить. Я думаю, что к здоровью это не должно иметь отношения. Если мы на сегодняшний день имеем возможность иметь что-то более качественное, то, что может нам помогать, я бы рекомендовала вам работать с приборами, которые работают более качественно. Тем более я хочу сказать большое спасибо Валентину Лесе и всей команде, которая приятно радует докторов, потому что развиваются, идут вперед. У нас есть большие возможности, у нас замечательные программы. В 94-м году, когда я была на... Я заканчивала курсы по гомеопатии. В 94-м году я была на лекции, есть такая профессор, не знаю, правда, шла она уже или нет, значит, институт, медицинский институт Богомольца, есть кафедра биофизики, вот, неправильно я сказала, кафедра патфизиологии, и ее завкафедрой доктор Симеонова читала нам лекцию тогда по гомеопатии. И она вот сказала, вы знаете, мои коллеги говорят мне, слушай, какая ты дура, что такое гомеопатия, зачем она тебе вообще нужна, это какая-то лженаука, профессор кафедры патфизиологии. Ну, кто кроме патфизиолога лучше разбирается в процессах, происходящих внутри человека? Да нет такого другого доктора. И она сказала, говорит, вы знаете, я за себя так рада, что может быть, гомеопатия когда-то докажет, как и другие виды народной и нетрадиционной медицины, право на свое существование, но я сижу в первом вагоне, а все остальные будут сидеть сзади. Поэтому сегодня, да, мы с вами входим в первый вагон очень интересного направления, которое работает, и чем дальше, тем все больше доказывает право на свое существование. Вчера был затронут вопрос, который я сегодня не могу не затронуть. Значит, в Украине существуют кафедры народной и народной нетрадиционной медицины в пяти медицинских университетах. В Киеве существует институт народной нетрадиционной медицины, который имеет абсолютно законное существование, где обучают только докторов вот этим методикам, только докторов, имеющие диплом, стаж, обязательно нужно иметь категорию, тогда тебя обучают этому. И на сегодняшний день вот эти методики врачи, которые занимаются, мы имеем лицензии не института народной нетрадиционной медицины, как было раньше, мы имеем лицензии Минздравовские. Это большая разница. Значит, ну и теперь уже подходим к приборам. Какие же возможности по лечению у прибора Smart Life? За счет того, что он имеет такое колоссальное количество программ, он может быть использован в самых разных направлениях. Прибор не имеет ограничений по возрасту, прибор не имеет ограничения по болезни, потому что электромагнитные колебания, которые используются в этом приборе, они работают в диапазоне человеческого биополя. То есть они для него не чужды, они для него не запредельны. Все, что не запредельно, повредить организму не может. Как пользоваться прибором? Конечно, самое частое использование этих приборов это воспалительные процессы. Какая разница какой локализации? Болит ли у вас горло, насморк, почки, желудок, кишечник, любой воспалительный процесс, все, что заканчивается на ИТ, гастрит, ринит, панкреатит, артрит, это все воспалительные процессы, которые вызываются какой-то инфекцией. Мы знаем, какие инфекции, бактерии, вирусы, простейшие, грибки, гельминты. Конечно, было бы хорошо, если вы не доктор, чтобы у вас был свой доктор, который вас будет консультировать и вести. Поверьте, лечить сложно. И даже когда за плечами 30 лет стажа, и доктора имеют право что-то не увидеть в первый раз, да, нужно посмотреть, подойти, творчески поработать. Это было бы замечательно, если бы у вас был свой доктор, который, допустим, нашел, что вот горлышко болит, потому что там есть или стриптокоп, или стафилокоп, или Эпштейнбара, или другой вид вируса. Если у вас есть прибор, но нет под рукой доктора, что я рекомендую делать? Вы открываете интернет и забиваете вопрос, какой инфекцией вызывается такая-то болезнь. Открываете прибор и создаете программу, в которую вносите весь перечень этих инфекций. Всегда после того, как мы выставляем инфекционную программу, я заканчиваю ее дренажом или детоксом. Можно делать не так. Можно несколько дней покрутить инфекцию, а потом один день поставить программу дренаж детокс, которая есть в папочке, которую наши производители нам любезно составили. Это в папках программы Smart Life есть две папочки. Одна из них это детокс, который периодически можно ставить, который кстати можно шикарно использовать на второй день после застолья, которую можно использовать в жаркую погоду, которую можно, в общем, когда вам нужен отек, ринг, дренаж, головная боль, что-то там плохо себя чувствуете, всегда можно эту папку использовать. Вторая там папочка антипаразитарная это который мы проходим 21 день раз в году до того, чтобы погонять просто инфекцию в своем организме. Не буду больше останавливаться на воспалительных процессах. Шикарно. Глубокая очистка. Глубокая очистка? Да. Да, Значит, просто когда мы делаем диагностику, мы всегда смотрим у человека степень интоксикации там от первой до четвертой и степень снижения резервов адаптации. Если у человека высокая интоксикация, да, можно начать с чистки. А вот если снижение резервов адаптации, то нам обязательно начинали с чистки. Вот. Значит, на сегодняшний день есть очень большая программа это депрессия. Причин на них много. Ну, Европа сидит на витамине Д, хотя уже 7 стран Европ сидят и на наших приборах. Угличная посчитала, посидела, что 7 стран продаем приборы. Сейчас у нас доктор Саардан очень приезжает, обучилась и массово берет Прибалтика, Лондон, Германия, Италия, Испания, Турция. Вот. И есть планы дальше развиваться. Я к чему это рассказываю? Во-первых, это потому, что это позволяет наши документы туда продавать и людям это покупать и использовать. Значит, по депрессиям. Покажите мне хоть один прибор, который был до Smart Life, который решал эти вопросы. В котором была такая большая папка по психиатрии и по нефрологии. У каждого второго вегетососудистые дистонии, да, бессонница, какие-то перепады настроения. Не знаю, я папкой с тресной бессонницей пользуюсь очень часто. Я просто на ночь выставляю это все, ложу рядом на своей кровати, потому что в жизни всякие бывают обстоятельства, да, каждый найдет повод порастраиваться по какому-то там случаю. Меня эти программы очень сильно выручают. У нас очень хорошие наработки, кстати, по аутизму. К сожалению, очень много сейчас деток с аутизмом. Если есть такие проблемы, если есть знакомые логопеды, которые работают с детками по аутизму, эти приборы великолепно работают, можно будет на эту тему поговорить. очень много сейчас женщин с проблемой климакса. Ребята, проблемы климакса прекрасно решаются нашими приборами. Приливы, неврозы, бессонницы, нормализация гормонального фона, въезд, приема. Ну, во-первых, что назначаем традиционной медицине, да, это гормон, содержащий препараты в низких дозах, которым нужно женщине каждые полгода проводить маммографию, потому что он провоцирует рак молочной железы или фитопрепараты. Ну, опять-таки, фитопрепараты. Какие фитопрепараты мы принимаем? Фитопрепараты, содержащие фитоэстрогены. А чем они отличаются от синтетических эстрогенов? Ничем. Они точно также вызывают развитие рак молочной железы. Гомеопатия, да, гомеопатия работает, но и проявление выраженного климакса они не снимают, поэтому эти приборы работают намного, намного лучше. Останавливаюсь сегодня на аутоиммунке. С аутоиммункой вообще завал в медицине полный. Аутоиммунные заболевания не лечатся традиционной медицине ничем, кроме гормонов. Расскажу сегодня два случая по аутоиммунному заболеванию. Классически распространенное заболевание это ревматизм, причиной которой является битогемолитический стрептокоп. С ним очень прекрасно и быстро справляемся. Люди, которые годами сидят на бицелинах, на нестероидных противораспалительных препаратах, мы прекрасно с этим справляемся, только есть могут. Олеся сказала очень хорошую фразу. В хроническом процессе мы можем справиться на 80-85%. Это зависит от того, в какой стадии заболевания, сколько лет этому заболеванию, потому что когда в организме уже произошли дегенеративные изменения, восстановить их очень сложно. Да, можно. Там есть у нас проблемы и восстановления костей, и регенерации очень много, но все равно же мы с вами не поверим, что мы сможем 60 лет себя сделать 20-летними, да, но держаться ближайшие лет 100, конечно, сможем. Вот, значит, по отоймунке ремортизм и второй случай была женщина, которая пришла с жутчайшим воскулитом, она была покрыта вся сплошными пятнами, воскулит это когда лопаются капилляры, причем это не дефицит витамина С, вот, значит, все это происходило с очень большой лихорадкой, с частыми приступами, и, значит, только вот чуть-чуть начинали сходить эти кровоизлияния, и опять новые приступы. На диагностике банальный золотистый стафилококк, потом она вспомнила, что 20 лет назад была операция, у нее оставили в животе тампон, этот тампон привел к перитониту, она очень долго лечилась, и потом благополучно об этом забыла, и через 20 лет начался воскулит. Улучшение женщины было за первые 5 дней, чистая она была через 2 недели, всего лишь нужно было подавить работу золотистого стафилокока, а потом уже работать дальше. Инсульт и инфаркт уже рассказываю всем, что у меня папе 85 лет, 86 в этом году, 84 года он перенес инсульт, недосмотрела там немного, вот, значит, через месяц он перенес инфаркт, 3 месяца он был лежащий в памперсах, не справлялась сама, приходилось вызывать скорую, я не могла никак погасить вот эти скачки давления, и в общем-то, так как на тот момент с финансом пели мои романсы, но я приняла решение купить прибор, потому что я понимала, что по-другому я его просто не вытяну, и выглядело это все элементарно, просто составляла программы, которые у нас есть по нормализации кровообращения, нормализации давления, конечно, ничего там такого супер неизвестного не бралось, я оставляла с папой просто рядом, и стабилизация давления произошла буквально где-то уже на третьи сутки, слава богу, папа мой на сегодняшний день жив, он на ногах, он сам себя обслуживает, он сам себе готовит завтрак, он моет мне посуду, и дай бог ему здоровья, и спасибо прибыль, потому что ну просто такие совпадения просто не могло быть, никакие лекарства уколы, все, что я не делала, я не могла вывести его из этого состояния. Расскажу очень интересно этим летом была история, когда была вспышка коксальфа в Турции. Пришли ко мне пациенты мои, которые уже там любой прибор, они очень активно пользуются, кстати, они справились у девочки и золотистый стафилококк был на глазке. И малейшая сырая погода это не ячмень, который вылазит, а это по типу какого-то блефорита, который вот так сдувался весь глаз, краснел, и у девочки вот такое было состояние, они справились. Она приходит и говорит, Ирина Николаевна, вот мы едем в Турцию, знаешь, что там сегодня вспышка коксаки, давайте мы составим какую-то профилактическую программу, чтобы моя семья не приехала туда с коксаки. Мы составляем эту программу люди очень добросовестные, они ее, конечно, ни днем в бассейне не крутили, она ставила все семьи на ночь, потому что прибор имеет возможность работать на 4 метра, то есть, если они спят в одной комнате четвером, мама, папа, двое детей, прибор работает на все. Они приехали благополучно, ну что вы думаете, их друзья, которые были без прибора там, они все-таки приехали с коксаки. Да, мои пациенты приехали без коксаки. Что касается прибора, я работаю с приборами два года, за два года у нас не было ни одного возврата. Претензии, типа, как на этой неделе, значит, у меня пациентка купила прибор три месяца назад, вот сколько не говорю, что ребята, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы, но все же думают, что они там очень умны. Она купила, пропала, приходит на этой неделе вот перед приездом моим и говорит, ваш прибор не работает. Я говорю, да, ну в чем же дело? Я простыла, включила программу простуда, крутила, крутила, мне ничего не помогло. Когда люди объясняют, что ребята, прибор так не работает, если вы просто при каше начнете, ну, поставите программу бронхит, то, ну, 99%, что вы не вылечитесь. Основная работа прибора, это выставить инфекции. Аденовируски, острые респираторные вирусные инфекции, стафилококки, стриптококки, да, атипичные, возможно, какие-то формы, если у вас пневмония затянувшаяся. Еще раз говорю, нет под рукой доктора, есть под рукой интернет. Первое, что мы ставим, это инфекции, второе, мы ставим дренажи и уже третье, мы выставляем риниты, бронхиты, фаренгиты, антисептики и так далее. Еще два слова, не могу остановиться, это наши детки. Значит, проблема детей и их здоровье начинается с прививки в БЦЖ в роддоме. Ну, я уже молчу, беременность, я начну с роддома. Да? Кто перед тем, как, я не знаю, сейчас делают БЦЖ детям? Да, делают, да? Вот. Кто детям перед тем, как сделать прививку в БЦЖ, вообще проверяет, а есть ли у них иммунитет на туберкулез, или нет у них иммунитета на туберкулез? Никто. Прививку в БЦЖ делают поголовно. А если у человека был иммунитет на туберкулез, и они этой прививкой просто убили этот иммунитет у него, да? Поэтому, что мы имеем на сегодняшний день? Вспышки туберкулеза. А? Эпидемии. Эпидемию. Да. Эпидемию туберкулеза. Вот. Что мы еще увидим? Значит, диагностика улавливает эту прививку у детей приблизительно, ну, в течение девяти лет. В течение девяти лет у детей вот эти все последствия. Я не против прививок, ребята. Я за. Честно хочу сказать. Ну, может быть, если пока, когда у меня просто взрослые уже очень дети, может быть, когда они были маленькие, был бы этот прибор, я по-другому себя вела, но тогда у меня выхода не было. Мои дети привиты, честно говоря. Ну и слава Богу. Но мои дети выросли без антибиотиков. Пока не было БРТ, это была гомеопатия, эфирные масла, это были травы и так далее, но не антибиотики. Вот. Значит, по нашим деткам. Чем лучше сделать профилактику простудных и любых других болезней? Конечно же, прибором. Да никто же вам не мешает на ночь возле ребенка на пару часов поставить профилактические программы, чтобы ваш ребенок не болел. Но никто же не мешает ребенку поставить программы и здорового сна, и у нас программы есть умственные способности, у нас есть там и там программы психоэмоционального развития, и коррекции чакр. То есть, для деток здесь вообще поле не пахано в этих приборах. Наверное, все, что я хотела сегодня сказать. Вопрос, можно? Да, можно. Вопросы, я в этом садике было давно. Мне интересно, какие вопросы это Элис и Биомедис. Если вы с ними запомнили. Биомедис у меня лежит в кабинете, я делаю процедуры иногда. Каким? Биомедисом. Значит, я начинаю признавать приборы, начиная с Биомедис Андроиз. Все, что в Биомедис Андроиз ниже, очень низкий эффект. Очень низкий был эффект на всех приборах. То есть, заявленного производителями эффекта в практической медицине ежедневного наблюдения не было. У меня сейчас пациенты с герпесом 6-5, с ПЦРа в 10-10 до 10-2 уходят за 3 месяца. Пациенты с гепатитами Б, с гепатитами С, печеночную пробу полностью восстанавливается в норму за 2-3 месяца с активными гепатитами. А ПЦРы и иммуноглобулины снижаются где-то в месяц на порядок, хороший порядок. Это все сдаем анализы, смотрим с инфекционистами. Причем пациенты других лечений не получают. Это не параллельно с каким-то другим лечением. Я вот говорю, почему такие результаты на смарт-лайпе? Потому что полный диапазон. У всех остальных вот такой. Я понимаю, что выше диапазон. Все, все, больше ничего. Нет программ. Нет программ. Зачем мы должны сравнивать? Скажи, с какой целью должна сравнивать Запорожье и Мерседес? Получается, что нет просто программы. Вот есть частота стриптококта. Такая-то, такая-то, такая-то. И все вот эти частоты это стриптококта. Или там вирус Эпштейн-2. Если мы берем только вот эти, а эти не берем, то у нас эффект на 100% не будет. Не будет. На 50. На 50 есть вот это, вот это биомидис, да и все. Биомидиси, допустим. Потому что у них одинаковая база. У нас база другая. Соответственно, у нас весь диапазон. Все. Биомидиси на каждую инфекцию одна волна. Одна волна. Одна частота. Одна частота. Откройте Smart Life. Там будет на золотистый стафилококк минимум 4 частоты. Потому что производитель забил все, что известно в сегодняшнем мире. Потому что стафилококк мутирует. Там несколько стафилококков, несколько мутантов. И мы забиваем все частоты, как год это мы попадаем.